Посмотреть надо, сварилась ли картошка? Да, сварилась, некогда разговаривать-то. Теперь пенсионерка Евгения Ивановна зажигает плиту не только, когда готовит. Газ на кухне горит почти постоянно. Вот на прошлой неделе, рассказывает Евгения Ивановна, выше 12 градусов температура в квартире не поднималась. На этой дома почти курорт, плюс 15. При такой погоде в доме, хоть сколько на себя надень, все равно холодно. Рубашка, там у меня кофта еще трикотажная, вот такая с коротким рукавом. Потом вот этот халат теплый, кофта теплая, вот это. Дома пенсионеры уже заклеили все оконные щели и даже вытяжку, чтобы теплый воздух не уходил. Но такие меры вряд ли помогут, особенно когда под потолком трещины. Осенью отсюда льет вода, зимой дует, седует Евгения Ивановна. Здесь вот под окном, там пустота, хозяин туда есть ваты, с килограмм, наверное, ваты спихал. Обогреватель работает почти постоянно, но валенок Евгения Ивановна с мужем все равно не снимают. Как помыться в таких условиях – отдельная история. Вот у нас водонагреватель. Сюда ставим камин, то, что у нас там в комнате стоит. И вот его часа на три включаем, воду нагреем, тогда и моемся. Проблемы с отоплением здесь начались несколько лет назад, когда дом перевели с дровяной котельной на газовую. И в местную администрацию пенсионеры уже жаловались. Да без толку сетовала Евгения Ивановна, пока показывала боевые награды мужа. Здесь и медаль Жуковой, и за победу над Японией. Но даже боевые заслуги жильцов для местных чиновников – не аргумент. Вот глава администрации Сергей Булатов говорит – утепляться самим надо. И приводит в пример соседние дома, где жильцы на свои деньги утепляли стены, межпанельные швы и ставили стеклопакеты. Студенческий отряд работал, запускал этот дом в эксплуатацию, занимались отделкой. Ну как отделка совершена? Вот если внешне посмотреть на дом, то видно, что швы вроде заделаны, но внутри-то там неизвестно, что сделано. Утеплитель-то может быть и нет. А почему же студенты так поработали? Не проследили за ними вы что ли? Нет, ну почему у них бригадир был? Мы иногда ходили. Потом выяснилось, что система отопления смонтирована неправильно, потому в квартирах стояки горячие, а батареи холодные. Но исправлять это за счет администрации глава не собирается. Аргументирует тем, что раньше квартиры в этом доме были в муниципальной собственности, а теперь пенсионерам разрешили квадратные метры приватизировать. Теперь это как-то сложилось, что жильцы этого дома уже начали квартиры приватизировать. А раз квартира приватизирована будет, соответственно, они сами уже тут уже, хозяева своей квартиры и как хотят на ней, пусть меняют, наращивают батареи, уменьшают батареи, это их право уже. И сейчас, в преддверии 9 мая, ветеран Аркадий Михайлович копит деньги не на праздник, а на новые батареи. Юлия Афанасьева, Александр Суслов, Бюро новостей Дайвича.